Глава 12. Солнечные лучи били мне в глаза. Я повернулся, чтобы убежать от них, и моя рука наткнулась на что-то мягкое. Я разом открыл глаза. Она лежала на боку, смотрела на меня и улыбалась. Сначала я не мог поверить тому, что вижу, а затем и мои губы изогнулись в улыбке. Прошедшая ночь вернулась ко мне, наполнив тело жаром. — Уже утро! — она кивнула, тряхнув истинно черными волосами. Глянула в окно, вновь смотрелось в мое лицо. — Уже утро! Утром ты еще прекраснее! — она покраснела. — Ты такой красивый, когда спишь. Я наблюдал за тобой. Во сне ты совсем мальчик. В притворном гневе я сел. — Значит, я совсем не хорош, когда просыпаюсь? Она рассмеялась, пробежала пальцами по моей голой груди. — Какой ты костлявый! Каждая ребрышка наружу придется тебя откормить. Я схватил ее за плечи и притянул к себе. — Можешь начать прямо сейчас? — я поцеловал Нелли. — М-м-м, я-то голоден, что могу тебя съесть. Ее руки легли мне на щеки. — Дэнни! — она поймала мой взгляд. — Ты любишь меня? Я повернул голову и ткнулся носом в ее ладонь. — Конечно, люблю! — и рассмеялся. Она повернула мне голову лицом к себе. Ее глаза оставались серьезными. — Дэнни, скажи мне это так, чтобы я знала, что ты не шутишь? Как говорил прошлой ночью. Я перестал смеяться. — Я люблю тебя, Нелли. Она закрыла глаза. — Еще раз, Дэнни! Так приятно слышать, как ты это говоришь. Мои губы спустились по шее к плечу. Я отбросил простыню, покрывающую ее тело, прижался лицом к ее груди. Прошептал. — Я люблю тебя, Нелли. Она тихонько вздохнула, не открывая глаз. Я чувствовал, как трепещет ее тело под моими прикосновениями. Голос ее дрожал от счастья. — Я хочу тебя, Дэнни! О, Господи! Как же я тебя хочу! Мы проходили мимо распахнутой дверей церкви, когда она внезапно остановилась и посмотрела на меня. — Дэнни! Зайди со мной в церковь. Я вопросительно посмотрел на нее. Ее глаза переполняла молчаливая мольба. — Хорошо. Она взяла меня за руку, и я проследовал за ней в церковь. В полумраке она обернулась ко мне. — Дэнни, ты не сердишься на меня? Я ободряюще сжал ей руку. — За что? Она благодарно улыбнулась. — Мне было бы не по себе, если б я сразу не пришла бы сюда. Я наблюдал, как она прошла по проходу и преклонила колени перед алтарем, сцепила руки перед собой и склонила голову, закрыв глаза. Какое-то время оставалась в таком положении, затем поднялась и направилась ко мне. С лучезарной улыбкой на лице. Я протянул руку, и она взялась за нее. Медленно мы вышли из церкви на улицу. Она повернулась ко мне. — Теперь мне лучше, — смутившись, призналась она. — Я рад. — Я... Я должна была прийти сюда, Дэнни. У меня как гора с плеч свалилась. Взмахом руки я остановил такси. — Вот и хорошо. Невеста и должна пребывать. В отличном расположении духа. Я открыл дверцу, помог ей влезть в кабину, сел рядом. Водитель повернулся ко мне. — В муниципалитет, пожалуйста, — попросил я. Еще несколько пар сидели в маленькой приемной у двери с надписью черными буквами на матовом стекле. Часовня бракосочетаний. Все они нервничали, не меньше нашего. Я взглянул на часы. Ровно десять. Пора и открываться. Я улыбнулся Нелли. Здесь все-таки лучше, чем в той комнате, где мы заполняли бланк разрешения на бракосочетание. Наверное, потому что там пришлось отвечать на бесчисленные вопросы. Кое-где мы солгали и получили разрешение без особых хлопот. Дверь часовни открылась, и все головы повернулись к вошедшей в приемную тонкогубой седовласой женщине. Она посмотрела на листок, который держала в руке, затем обвела нас взглядом. — Мистер Фишер и мисс Петито, пожалуйста, пройдите, — объявила она. Я вскочил и повернулся к Нелли, протягивая ей руки. Теперь остальные пары смотрели на нас. Рука Нелли дрожала в моей, и я ободряюще пожал ее. Женщина кивнула, и следом за ней мы вошли в часовню. Она закрыла за нами дверь и подвела к небольшому возвышению. — Разрешение у вас, молодой человек? — Сухо по-деловому спросила она. — Да, мадам, — ответил я, отдавая ей заполненный бланк. Она быстро проглядела его. Из другой двери в часовню вошел мужчина и поднялся на возвышение. Она молча протянула ему бланк разрешения. Он посмотрел на нас. — Не волнуйтесь, — улыбнулся. — Через минуту все закончится. Мы попытались улыбнуться в ответ, но едва ли нам это удалось. Очень уж мы нервничали. — Вы привели с собой свидетелей? — спросил он. Я покачал головой. Почувствовал, как заливается краской мое лицо. Он вновь улыбнулся. — Ничего страшного. Он повернулся к женщине. — Мисс Шварц, вас не затруднит позвать сюда мистера Симпсона? — Сейчас, мистер Кайл. И она вышла из часовни. Мистер Кайл посмотрел на заполненный нами бланк. — Вы Дэниэль Фишер? — спросил он меня. — Да, сэр. — Возраст? — Двадцать три. Быстро ответил я, надеясь, что он не будет сомневаться в моих словах. — Как там и написано. Он подозрительно взглянул на меня. — Читать я умею. И повернулся к Нелли. — Элеонора Петито? Она молча кивнула, и он продолжил чтение. И поднял голову, лишь когда открылась дверь. Седовласая женщина привела невысокого, похожего на птичку, мужчину в однобортном костюме. Мистер Кайл улыбнулся нам. — Мы готовы начать. Он протянул нам бланк. Если вы подпишите там, где я покажу. Нелли, дрожащей рукой, первая поставила свою подпись. Затем я, свидетели и, наконец, мистер Кайл. Подождал, пока высохнут чернила, и важно посмотрел на нас. — Пожалуйста, возьмитесь за руки. Нелли пожала мне руку. Она уже не дрожала, а я чувствовал, как у меня на лбу выступают маленькие бисеринки пота. К счастью, церемония оказалась недолгой. Мне показалось, что она закончилась, едва начавшись. Я запомнил лишь несколько последних слов. Заняла она чуть больше двух минут. — Элеонора Петито. Берешь ли ты этого мужчину Дэниэля Фишера в законные мужья? Ее взгляд остановился на мне. — Да, — уверенно ответила она. Мистер Кайл повернулся ко мне. — И ты, Дэниэль Фишер, берешь ли ты эту женщину в законные жены? Я смотрел на нее. В уголках ее глаза остыли маленькие слезинки. — Да, да, — пробормотал я. Тогда на основании полномочий, полученных мною от муниципалитета Нью-Йорка, с этого момента объявляю вас мужем и женой. Вынес приговор мистер Кайл. Вы можете поцеловать новобрачную молодой человек. И при выходе заплатите клерку два доллара. Мы неловко поцеловались, повернулись и заспешили к двери. Но нас остановил его голос. Мы обернулись. Он улыбнулся и протягивал нам какую-то бумажку. — Вам не кажется, что вы должны захватить с собой свидетельство о браке? — спросил он. С покрасневшим лицом я вернулся и взял у него свидетельство. — Благодарю вас, сэр. И вместе с Нелли быстренько выкатился из часовни. Пары в приемной уставились на нас. Кое-кто улыбнулся. Мы ответили им тем же и чуть ли не выбежали на улицу. Мы стояли на ступенях, ведущих к зданию муниципалитета и смотрели друг на друга. Вроде бы мы вышли в тот же мир, но в чем-то он изменился. — Потому что мы поженились. Нелли взяла меня под руку. — Первым делом мы поедем ко мне и скажем моим родителям, — радостно воскликнула она. — Хорошо, — согласился я. — А потом поедем к твоим, — добавила она. — Зачем? — изумился я. — Это не их дело. Кроме того, им наплевать. Ее глаза сверкнули. — Им возможно, но не мне. Я хочу, чтобы они знали, что мы поженились. — Но им-то все равно. Я ничего не хочу им рассказывать, — запротестовал я. Она сжала мне руку, улыбнулась. — Послушай, Дэнни Фишер, неужели мы начнем нашу совместную жизнь с ссоры? Я улыбнулся в ответ. Ее лицо пылало, глаза светились счастьем. — Нет. — Тогда мы им скажем, — решительно заявила она и двинулась вниз по ступенькам. — Хорошо, мы им скажем, — согласился я, шагая рядом с ней. — Я готов пойти даже на радио и объявить на весь мир, что мы поженились, если ты этого захочешь. Она радостно засмеялась и посмотрела на меня. — Слушай, а это неплохая идея. Глава тринадцатая Швейцар остановил нас, вытянув руку с вопросительным выражением лица. — Нам нужна квартира мистера Готкина. Он вежливо кивнул. — Мистер Гордон живет в квартире С-21 на двадцать первом этаже. Мы вошли в кабину лифта, дверь захлопнулась, лифтер нажал на кнопку с цифрой двадцать один. — Что это за мистер Гордон? — прошептал я, взглянув на Нелли. — Он поменял фамилию, — так же шепотом ответила она. — Еще в прошлом году. — Я кивнул. — Логично. Готкин гордится для Бруклина, но в таком фешенебельном районе, как Сентрал Парк Саут, Гордон куда сподручнее. Я взглянул на часы. Она рисовала, как они выглядят. В груди зашевелилась тревога, а встреча с родителями Нелли прошла неплохо. Дверь открыл отец Нелли. Сердито глянул на нее. Поток итальянских слов сорвался с его губ, но она резко оборвала его короткой фразой на том же языке. Он замолчал и посмотрел на меня. Наши взгляды встретились. Я не мог сказать, что он думает, потому что его смуглое лицо побагровело от злости. Затем он отступил назад и впустил нас в квартиру. С громкими воплями к нам подлетела мать Нелли. Обняла ее и тут же разрыдалась. Я стоял у двери, переминаясь ноги на ногу. Расплакалась и Нелли. Мне и ее отцу оставалось только ждать, когда женщины успокоятся. «Дэнни!» Раздался крик в соседней комнате, и из нее выскочил Дзеп, широко улыбаясь, протягивая мне руку. За ним показалась младшая сестра Нелли, и тоже начала плакать. Какое-то время спустя слезы иссякли, отец Нелли неохотно достал бутылку вина, и они дружно выпили за наше здоровье. Когда бутылка опустила, атмосфера значительно изменилась, причем в лучшую сторону. Я понимал, что они не в восторге от нашего поступка, но они смирились с неизбежным и даже порадовались за нас. «Мама, петито!» Помогла Нелли собрать вещи, чтобы мы могли вернуться в отель с чемоданом, и уговаривала остаться на ужин. Мы отказались, отговорившись тем, что должны заехать к моим родителям, которых еще не видели. Лифт остановился, дверь открылась. Четвертая дверь на противоположной стороне холла, — пояснил лифтер. Я прочитал на маленькой табличке под кнопкой звонка «Сэм Гордон». Нажал на кнопку и услышал, как где-то в глубине квартиры переливчато запел соловей. «Однако!» — пробурчал я, повернувшись к Нелле. Она молча кивнула, и мы стали ждать, пока нам откроют дверь. Я взял ее за руку. Ее ладошка была мокрой от пота. Дверь открылась, и маленькая негритянка в белом передничке на черном платье посмотрела на нас. «Миссис Гордон дома?» — спросил я. Негритянка смирила меня с головы до ног. «Кто ее спрашивает?» «Ее брат». Глаза служанки чуть раскрылись, и она отступила от двери. «Подождите здесь, пожалуйста». Мы остались в холле, а служанка исчезла в недрах квартиры. Холл занимал такую же площадь, как вся квартира Нелли. Из другой комнаты доносились спокойные голоса. Внезапно они стихли, и мы отчетливо услышали голос служанки. «Молодой джентльмен и дама хотят вас видеть, миссис Гордон. Кто они?» Удивленно спросила Мими. «Он говорит, что он ваш брат, и...» Она не закончила фразу. «Это Дэнни!» — воскликнула Мими. «Это Дэнни!» И секунду спустя она влетела в холл. Остановилась. Поначалу мне показалось, что она не изменилась, но когда мы двинулись навстречу друг другу, я понял, что это не так. Ее глаза потемнели, а под ними появились синеватые мешки, словно она плохо спала по ночам. А может, потому что она была беременна, и ее живот выпирал вперед, и у оголков рта я заметил морщинки, которых раньше не было. Ее руки потянулись к моему лицу, затем она поцеловала меня. «Дэнни!» — прошептала Мими. «Я так рада тебя видеть!» В ее глазах стояли слезы. Я улыбался. Я тоже обрадовался встрече с ней. Раньше я и не догадывался, как мне недоставало ее. Бывая дома, я только цапался с ней, но теперь все это ушло в далекое прошлое. Она схватила меня за руку и потащила в комнату. «Здесь мама и папа!» Я обернулся, посмотрел на Нелли. Она улыбнулась и кивнула, следуя за нами. Вот и гостиная. Папа и мама сидели на диване спиной к двери. Они повернулись в полоборота, посмотрели на меня. Мама прижала одну руку к груди, закрыла глаза. На лице папы отразилось легкое удивление. Из его рта торчала длинная сигара. Сэм стоял лицом к ним. С высоким бокалом в руке опираясь спиной на ложный камин. Его глаза светились с любопытством. Мими провела меня вокруг кушетки, поставила перед мамой и отпустила мою руку. Мама всмотрелась в мои глаза, словно хотела прочесть в них обо всем, что произошло за два года, в течение которых мы не виделись. — Здравствуй, мама. Она коснулась моего пальто на груди, затем ее рука упала вниз, нашла мою. Ее глаза начали наполняться слезами. Она потянула меня к себе. Ее губы прижались к моей руке. — Мой блондинчик! — сдавленно прошептала она. — Дитя мое! Я стоял перед ней с поникшей головой. Ее волосы совсем посидели. Этих мгновений я боялся более всего. Я боялся не того, как они встретят меня, но своих чувств при встрече с ними. Но я не ощущал ничего, кроме спокойствия, даже какой-то отстраненности, словно я наблюдал за происходящим на экране из кресла зрительного зала. Я не участвовал в действии. Другой человек, которого звали Дэнни Фишер, ушел два года назад и уже не мог вернуться. Годы и одиночество вбили между нами клин, который не могли вышибить эмоции. Меня охватила печаль. Та близость, что существовала между нами, исчезла безвозвратно. Я наклонился и поцеловал ее волосы. Мне очень жаль, мама. Хотя никто и не узнал, о чем же я сожалел. Я выпрямился и посмотрел на папу. Он отошел в дальний конец комнаты и оттуда наблюдал за мной. В его глазах мелькал испуг. Осторожно я освободил свою руку из рук мамы и направился к нему. Тишину нарушали лишь мои шаги до мамины рыдания. Я протянул отцу руку. — Здравствуй, папа. На мгновение он замялся, но пожал мою руку. — Здравствуй, Дэнни. Его голос чуть дрожал. — Как? — У тебя идут дела, папа? — Все нормально, Дэнни. Коротко ответил он. Новой темы для разговора не нашлось, и в гостиной начала нарастать незримая напряженность. Я кивнул Сэму. Он ответил кивком, но ничего не сказал. И остальные молча смотрели на меня. Жгучее разочарование охватило меня. Собственно, я ожидал, что так оно и будет. Им совершенно безразлично, вернулся я или нет. И в мой голос проникла горечь, хотя я и не хотел выдавать своих чувств. — Меня не было два года. Я переводил взгляд с одного лица на другое. Никто не хочет спросить, как я их провел? Что? Пережил? Мама все еще плакала, но никто мне не ответил. Медленно я повернулся к отцу, одарил его ледяным взглядом. — И ты не хочешь спросить? Или это совсем не важно? Папа промолчал. — Но ко мне подошла Мими, взяла за руку. — Конечно, важно. Мы просто потрясены твоим появлением и не знаем, что и сказать. Я не отрывал взгляда от отца. Спокойствие не покидало меня. Я оказался прав. Какая-то ниточка, связывающая нас, порвалась в ночь, когда дверь передо мной осталась закрытой. Порвалась. И два прошедших года не завязали на ней узелка. Я хотел и одновременно не хотел увидеться с ними. Впрочем, теперь это не имело значения. Я стоял среди них и ощущал себя посторонним. Мими попыталась отвезти меня от папы. — Пойдем. — Присядь и расскажи нам, что ты делал. Нам всем не доставало тебя. Я посмотрел на дверь. Нелли стояла у порога, забытая всеми, с глазами полными боли. Я знал, что она чувствовала не свою боль, но мою. Я улыбнулся ей и повернулся к Мими. — Я не могу остаться, — мягко ответил я. Мне не хотелось обижать ее. Она хоть попыталась показать, что рада моему приходу. Мне нужно идти. Дела. — Но ты не можешь сейчас уйти, Денни, — запретестовала Мими. У нее на глазах вновь выступили слезы. — Ты только что вошел. Мой взгляд вернулся к Нелли. По-настоящему я и не приходил. Я только попытался. Но Денни... Мими уже плакала у меня на плече. Я знал, что она чувствовала, почему плакала, но ее слезы не могли помочь или что-то изменить. Я обнял ее и повел к дивану. — Прекрати, Мими, — прошептал я на ходу. — И так тошно. Я усадил ее на диван и подошел к Нелли. Взял ее за руку и повернулся к ним. Я пришел сюда только потому, что меня попросила моя жена. Она считала, что мы должны сказать вам о нашем бракосочетании. Мы поженились сегодня утром. Я увидел, как изменились их лица. Мамину боль, неприязнь папы. Внутри у меня все перевернулось. Только она одна действительно хотела, чтобы я вернулся. Я ждал ответа, но все они молчали. Семья Нелли обрадовалась нашей свадьбе ничуть не больше моей, но они, по крайней мере, вели себя как люди. У моих близких не нашлось для нас ни слова, даже пожелания счастья. Ничего. Боль внутри ушла, оставив холодную пустоту. Я поцеловал маму в щеку. Она плакала. Я поцеловал Мими и остановился перед папой. Его лицо напоминало маску. Я прошел мимо него, не сказав ни слова, не подав ему руки. Я беспокойно метался в постели. Я чувствовал, что плакал во сне, но теперь я проснулся, и мои глаза были сухими. Нелли еще спала. Мы молча разделись в маленьком номере отеля. Наконец я спросил, сухо улыбнувшись. «Ты же знала, почему я не хочу идти к ним, не так ли?» Она кивнула. «И все же заставила меня пойти», — упрекнул я ее. Ее руки легли мне на плечи, наши взгляды встретились. «Ты должен был пойти, Дэнни, иначе это встало бы между нами. Ты сам должен был все увидеть». Я отвернулся от нее. «Что ж, я увидел». Она не отпустила меня. «Теперь все позади, и ты можешь забыть об этом». «Забыть?» Меня разобрал смех. Она же не могла знать всего. «Как можно забыть? Как забыть все, что связывало нас? Надежды, страхи, хорошее и плохое. Тебе легко сказать «забудь», но каково мне? Могу я выпустить из себя их кровь, вылить ее в раковину, вырвать из своей жизни, хорошее или плохое? Как я могу это забыть? Можно забыть своих родителей? Разве правое и неправое значит больше, чем связывающее нас кровные узы? «Нет, Дэнни», — в ее голосе слышалась мольба. «Ты не понял. Этого не надо забывать. Это надо помнить. Забыть ты должен обиду, ту обиду, которая превращает тебя совсем в другого человека. Не такого, какой ты на самом деле. Обиду, которая озлобляет тебя». Я ее не понял. «Как я могу забыть?» Я тяжело вздохнул. «Это же часть целого». «Нет, Дэнни», — воскликнула она, приникла ко мне, поцеловала в губы. «Это совсем другое». «Я заставляю тебя забыть обиду. Я постараюсь, чтобы ты помнил только хорошее». «Разве такое возможно?» «Я это сделаю», — прошептала она. «У меня столько любви для тебя, мой муж, что тебе никогда не потребуется любовь других». Вот это я понял. Я поймал ее руки и прижал ладони к губам. Она дала мне обещание, и я знал, что она не отступится от него. Я знал, что всегда, в счастье или в горе, я найду в ней утешение, обрету силу. И что бы ни случилось, больше я никогда не буду одинок. День переезда, 15 сентября 1936 года. Деревянные ступени уютно поскрипывали под ногами, когда мы поднимались по лестнице. Звук этот мне очень нравился. Ступени словно приветствовали нас, как, наверное, и много других только что поженившихся пар. Чемоданы весили немного, и я нес их, как пушинки. Да и откуда взяться весу, если с одеждой? У нас было не густо. Потом, получив работу, я собирался купить нам какие-то обновы. А пока нам едва хватило денег, чтобы хоть как-то обставить нашу новую квартиру. Она остановилась перед дверью на четвертом этаже и, улыбаясь, посмотрела на меня. В руке она держала ключ. Я улыбнулся в ответ. «Открывай дверь, крошка. Это наша квартира». Она ставила ключ в замок и повернула его. Дверь медленно распахнулась, но она не решалась переступить порог. Я поставил чемоданы на пол, наклонился вперед и подхватил ее на руки. Она обняла меня за шею, и я внес ее в квартиру. Когда дверь осталась у меня за спиной, она поцеловала меня. Ее нежные губы дрожали. «Господь благословляет наш счастливый дом, Дэнни Фишер», — прошептала она. Я стоял, держа ее на руках и оглядывался. Квартира небольшая, впрочем, на другую за 25 долларов рассчитывать не приходилось. Три комнаты и ванна. Стены выкрашены белой краской. За такую месячную плату других цветов не жди. Но все чистенько. Да еще паровое отопление и горячая вода. Для начала совсем неплохо. На мебель мы потратили 900 долларов. Купили диван и стулья в гостиную, большую двуспальную кровать и туалетный столик с зеркалом в спальне, буфет, стол, табуретки на кухню, да еще посуду, кастрюли, сковородки. Мы потратили практически все наши сбережения. Но вещи купили хорошие, причем не в кредит, а за наличные. Так что никто не мог отнять их у нас за неуплату очередного взноса. Я опустил ее на пол. «Чемоданы отнеси в спальню», — распорядилась она. «Да, мадам». Я вернулся на лестницу, взял чемоданы и последовал за ней в спальню. Небрежно бросил их на кровать. «Дэнни, убери эти грязные чемоданы с постели», — воскликнула Нелли. «Мы не в отеле. Это наш дом». Я рассмеялся и повернулся к моей жене. «Дай женщине собственное жилище», — и она тут же начинает верховодить. Впрочем, тут она была права. Я переставил чемоданы на пол, а сам сел на кровать. «Иди сюда», — позвал я, подпрыгивая на матрасе. Она подозрительно посмотрела на меня. «Зачем?» «Я хочу тебе кое-что показать». Она робко шагнула ко мне, остановилась. Я протянул руку и подтащил ее к себе. Она упала на меня, а я повалился на спину. «Дэнни, что на тебя нашло?» — рассмеялась она. Я поцеловал ее. Все еще смеясь, она отвернулась. «Дэнни!» — запротестовала она. Я похлопал по матрасу рукой. «Послушай, никакого скрипа», — как и говорил продавец. «Дэнни Фишер, ты сумасшедший!» — улыбнулась она, сверкнув белоснежными зубами. Я крепко прижал ее к груди. «Конечно, я без ума от тебя!» «Дэнни!» — прошептала она. «Дэнни!» «Я тебя люблю!» Мои губы нашли ее шею. Кожа гладкая, как шелк платья в витрине на Пятой Авеню. «И я люблю тебя, крошка!» Она подняла голову. «Дэнни, ты не пожалеешь об этом». «О чем?» «Что женился на мне?» Серьезно ответила она. «Я буду тебе хорошей женой. Наши взгляды встретились. И я не подведу тебя, крошка. Надеюсь, и ты не пожалеешь, что вышла за меня замуж». Ее глаза наполнились слезами. «О, Дэнни!» «Какой у нее нежный голосок!» «Я об этом никогда не пожалею!» Звонок раздался, едва мы повесили занавески. «Я открою». Я подошел к двери и открыл ее. На пороге стояла мама Нелли и священник. Миссис Петито держала в руке небольшой чемодан. Она улыбнулась мне. «Добрый день, Дэнни!» «Здравствуйте, мама Петито!» «Заходите!» Она помялась. «Я привела с собой отца Бреннана». Я повернулся к священнику и протянул руку. «Пожалуйста, заходите, святой отец!» Выражение озабоченности слетело с лица моей тещи, когда священник пожал мне руку. Рукопожатие было крепким и дружелюбным. «Добрый день, Дэнни!» Сердечно, как и положено служителю культа, поздоровался он со мной. «Рад познакомиться с тобой!» «Кто это, Дэнни?» Донесся из спальни голос Нелли. «Твоя мама и отец Бреннан», — ответил я. «Она тут же выбежала к нам с раскрасневшимся лицом, поцеловала мать, затем повернулась к священнику и протянула ему руку. «Я рада, что вы смогли прийти, святой отец!» Он подружески отвел ее руку. «Ну что ты, дитя мое!» Он улыбнулся. «Разве так встречают давнего друга и поклонника?» Он положил ей руки на плечи и громко чмокнул в щеку. Миссис Петитто посмотрела на меня и поставила чемодан на пол. «Я принесла кое-что для дома». Нелли тут же открыла чемодан и возбужденно заговорила по-итальянски. Ее мать отвечала ей на том же языке. Потом Нелли повернулась ко мне. «Мама принесла немного еды, чтобы мы никогда не голодали». Я улыбнулся миссис Петитто. Национальности у людей разные, но главные заботы одни и те же. Я вспомнил, что мама при переезде в наш новый дом в Бруклине первым делом внесла через порог соль и ломоть хлеба по той же самой причине. «Благодарю вас, мама». Она потрепала меня по щеке. «Пустяки, мой сын. Жаль только, что я не смогла принести побольше». «Не хотите ли кофе?» — вмешалась Нелли. «Дэнни сейчас бегает за пирожными, и мы отпразднуем наш переезд». Мама Петитто покачала головой. «Мне нужно домой готовить ужин». «А отец Брэннон пришел со мной, чтобы пожелать Нелли счастья». Нелли, улыбаясь, повернулась к священнику. «Спасибо, святой отец. Я так рада, что вы смогли зайти. Я боялась, что вы...» «Нет, Нелли», — прервал ее священник. «Ну что ты?» «Я, конечно, сожалею, что ты не позволила мне обвенчать вас, но брак по любви — радость для всех». Тень сомнения пробежала по ее лицу. «Но я подумала, что из-за него нас не обвенчают в церкви». Священник посмотрел на меня. «Вы не будете возражать, если ваш союз скрепит истинная церковь?» Нелли ответила, прежде чем я успел открыть рот. «Святой отец, с этим вопросом лучше повременить». «Мы еще не говорили об этом». Он посмотрел на Нелли. Улыбка исчезла с его лица. «Ты, разумеется, понимаешь, дитя мое, что церковь лишь признает твое замужество, но пока не одобрила его». Нелли побледнела. «Я знаю, святой отец», — прошептала она. «А ты подумала о детях?» — продолжал он. «О благодеяниях, которые они могли бы, но не получат от церкви». На этот раз ответил я. «Как я понимаю, святой отец, церковь не делает различий между детьми из-за вероисповедания их родителей». Он посмотрел на меня. «Означает ли это, что вы готовы разрешить вашим детям воспитываться в лоне церкви?» «Это означает, святой отец». «По-простому объяснил я, что мои дети сами определят, во что им верить. Их вера или ее отсутствие будет определяться их собственным выбором. Но до тех пор, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы принимать решения, я не имею никаких возражений против того, чтобы они посещали церковь, в которую ходит их мать». Нелли подошла ко мне, взяла за руку. «Мне кажется, еще слишком рано говорить об этом. В конце концов, мы только что поженились». Священник посмотрел на нас. «Как католичка, Нелли, ты должна осознавать ту ответственность, что берешь на себя. Поэтому лучше решить все загодя, чтобы исключить последующее непонимание». Нелли побледнела. «Благодарю вас за вашу заботу, Святой Отец, и ваш приход к нам. Пожалуйста, будьте уверены, что мы не совершим ничего дурного, и всегда будем рады вас видеть, если вы окажетесь в нашей округе». Я мог бы расцеловать ее за эти слова. С предельной вежливостью она предлагала ему не лезть в чужие дела. Он это понял, но не обиделся. «Священнику, — вздохнул он, — часто приходится принимать трудные решения. Он такой же человек, и, как все люди, может только молиться о том, чтобы в своих действиях его направляла воля Господня. Я надеюсь и молюсь, дитя мое, что наша встреча не принесет нам ничего, кроме добра». «Мы благодарны вам за ваши молитвы, Святой Отец», — ответила моя жена, не выпуская моей руки из своей. Когда за ним закрылась дверь, Нелли сердито затороторила по-итальянски. Ее мать протестующе подняла руки, начала оправдываться. На ее глазах выступили слезы. Ссора разгорелась, а я стоял как истукан, не зная, о чем идет речь. Но она окончилась так же внезапно, как и началась. Мама Петитто обняла дочь и поцеловала ее. Нелли повернулась ко мне. «Мама сожалеет о том, что привела его сюда. Она не желала нам зла и надеяться, что ты не обиделся». Я посмотрел на мать Нелли и улыбнулся. «Не надо ни о чем сожалеть, мама Петитто. Я знаю, что вы мечтаете о нашем счастье». Тут мама Петитто обняла меня, поцеловала в щеку. «Ты хороший мальчик, Дэнни. Заботься о Нелли. Ни о чем другом я не прошу». «Обязательно, мама», — пообещал я, не отрывая взгляды от моей жены. «Об этом можете не беспокоиться». После ее ухода мы закончили обустройство квартиры. Я сел на диван в гостиной, включил радио. Нежная музыка заполнила комнату. Рассветная сиренада Френки Карла. «Подходящая мелодия для начала нового дня», — подумал я. Нелли вошла в гостиную, остановилась передо мной. «Что бы ты хотел на обед?» Я недоверчиво посмотрел на нее. «Ты и готовить умеешь?» «Не болтай ерунды, Дэнни», — она насупилась. «Что ты хочешь поесть?» «А зачем тебе готовить? Пойдем в ресторан. Отпразднуем наше новоселье». «Нет», — она покачала головой. «Слишком дорого. Пора экономить деньги, пока ты не начал работать. А уж потом будем ходить по ресторанам». Я с уважением взглянул на нее. Она куда более взрослая, чем мне казалось. Я встал и выключил радио. «Приготовь, что хочешь, и удиви меня. А я пройдусь по агентствам, узнаю, куда меня могут взять на работу». Яркое солнце на мгновение ослепило меня, когда я вышел из подъезда. На мгновение я остановился, а затем зашагал к станции подземки. На тротуар легла тень и остановилась передо мной. Не поднимая головы, я начал обходить ее. Но тут рука легла на мое плечо и раздался знакомый голос. «Раз ты вернулся и поселился здесь, Дэнни, босс полагает, что ты должен навестить его». Встреча не удивила меня. Я знал, что ее не избежать. Они ничего не забывали. Передо мной стоял плевок. Легкая улыбка играла на губах, но глаза оставались холодными. Темный, дорогой, сшитый по фигуре костюм, свежевыглаженная рубашка. Я не верил своим глазам. Я тороплюсь. Я вновь попытался обойти его. Одной рукой он задержал меня. Вторая нырнула в карман пиджака. Материя натянулась под дулом пистолета. «Но ты можешь уделить несколько минут, не так ли, Дэнни?» Я кивнул. «Конечно могу». Он кивнул в сторону мостовой. У тротуара стояла машина с работающим мотором. «Залезай!» Приказал он. Я открыл дверцу и влез на заднее сидение. Там сидел сборщик. «Привет, Дэнни!» Поздоровался он и ударил меня в живот. Боль пронзила меня. Я согнулся пополам, повалился в проход между задним сидением и спинкой переднего. Услышал, как захлопнулась дверь. Машина тронулась с места. «Прекрати!» Донесся до меня голос плевка. «Босс будет недоволен». «Я отдал должок этому сукину сыну», — ответил сборщик. Плевок схватил меня за ворот и усадил рядом с собой. «Боссу ничего об этом не говори, а то в следующий раз тебе будет хуже». Я кивнул с трудом, подавив тошноту, подкатившую горло. Прошло несколько минут, прежде чем я очухался и смог осознать смысл его слов. «В следующий раз» — означало, что меня простили, пусть и неизвестно по какой причине. Оставалось только гадать, чем это вызвано. Я знал, что Макси Филдс не из тех, кто прощает обиды. Автомобиль затормозил перед его магазином. Плевок вышел первым, сборщик следом за мной. Втроем мы вошли в подъезд у магазина, поднялись к квартире Филдса. Плевок постучал в дверь. «Кто там?» — прогремел изнутри голос Филдса. «Это я, босс!» — быстро ответил Плевок. «Я привел Дэнни Фишера!» «Заходите!» — прокричал Филдс. Плевок открыл дверь, втолкнул меня в квартиру, вошел следом. Живот у меня еще болел, но я уже пришел в себя, во всяком случае мог стоять на ногах. Макси Филдс, словно гаргантюа, стоял за столом. Его глаза блеснули. «Значит, и ты решил вернуться?» — спросил он, выходя из-за стола и направляясь ко мне. Я не ответил, только смотрел на него. На этот раз я его не боялся. Плевок, сам того не зная, открыл мне все карты. Я увидел летящую ко мне открытую ладонь. Макси инстинктивно попытался уклониться. Но резкая боль в почках заставила меня выпрямиться. Плевок, стоявший позади, ткнул меня рукояткой ножа. На этот раз Макси влепил мне увесистую затрещину. Я покачнулся, но промолчал, понимая, что словами тут не поможешь. Филдс злобно ухмыльнулся. Ты не единственный, кто решил вернуться. И проорал. «Ронни! Я хочу выпить! Твой давний дружок!» Заявился к нам в гости. В двери появилась Сара с бокалом в руке. Ее глаза широко раскрылись. Секунду мы смотрели друг на друга. Затем она опустила голову, подошла к Филдсу и протянула ему бокал. Он плотоядно улыбался. Разве ты не собираешься поздороваться с давним другом? Она повернулась ко мне с пустыми, ничего не выражающими глазами. «Привет, Дэнни!» «Привет, Сара!» Ответил я. Филдс смотрел на меня, держа бокал в руке. «Как в прежние времена, не так ли?» Он пригубил бокал, затем одним глотком осушил его чуть ли не до дна. «Ничего не изменилось, а?» Лицо Сары напоминало маску. «Ничего не изменилось», — согласился я. «Ронни не смогла жить в разлуке со своим милым. Она вернулась по своей воле, не так ли?» Спросил Филдс. Если в глазах Сары и сверкнула молния, то лишь на долю секунды. «Да, Макс», — как автомат ответила она. Филдс привлек ее к себе. «Ронни не может жить без своего Макса, не правда ли?» На этот раз я увидел, как дрогнули ее губы. «Да, Макс». Он оттолкнул ее, рявкнул. «Иди в другую комнату». Не посмотрев на меня, она направилась к двери, на секунду замерла у порога, но не обернулась и исчезла за дверью. Филдс глянул на меня. «Никто не может уйти от Макси Филдса», — похвалился он. Он мог этого и не говорить. Я и так все понял. Правда, меня интересовало, что заставило Сару вернуться к нему. Скорее всего, решил я, что-то случилось с Беном. Он прошел за стол и сел, сверляя меня взглядом. «Запомни, Дэнни, никто не может уйти от Макси Филдса». «Я запомню», — ответил я. Тяжело дыша, он допил последние капли, оставшиеся в бокале, поставил его на стол. «Ладно, ты можешь идти». Я не пошевельнулся, гадая, какой еще сюрприз приготовил он для меня. Уж кто-кто о Макси Филдс не мог отпустить меня всего с одной оплеухой. «Ты слышал?» — проревел он. «Убирайся отсюда и не попадайся мне на пути. В следующий раз ты так легко не отделаешься. Возможно, я окажусь не в столь хорошем расположении духа». Я лишь смотрел на него. Я боялся обернуться. На его столе зазвонил телефон, и он снял трубку. «Да». Из трубки донесся чей-то голос, и выражение лица Филдса сразу же изменилось. «Привет, Сэм!» Куда вежливее продолжил он и прикрыл микрофон рукой. «Выброси его отсюда, плевок, если он не хочет уйти сам», — прошептал он. «Другого приглашения мне не требовалось. Я пулей вылетел из квартиры Филдса, и лишь на улице осознал до конца, что же произошло. Я правда не понимал, почему он отпустил меня, хотя мог назвать одну причину — Сара. Возможно, она поставила условие не трогать меня. Поэтому не говорила со мной, даже не хотела посмотреть на меня. Должно быть, этим все и объяснялось. Ничего другого не приходило мне в голову. Я взглянул на часы, половина третьего. Еще есть время поехать в центр и пробежаться по агентствам. Нет смысла приходить домой рано. Нелли начнет задавать вопросы, а мне не хотелось рассказывать ей о встрече с Филдсом. Зачем ей лишнее волнение? Я побывал в четырех агентствах по трудоустройству, но безрезультатно. Везде мне предлагали прийти с утра пораньше. В начале пятого решил, что пора ехать домой, а поиски работы отложить на утро. Нелли приготовила спагетти, потушила курицу, и мы выпили за обедом бутылку кьянти, которую утром принесла ее мать. Еда была вкусной, но я заставлял себя есть, потому что еще болел живот. К счастью, Нелли этого не заметила. «Помочь тебе с посудой?» — спросил я. Она покачала головой. «Иди в гостиную и включи радио. Я управлюсь сама». Я сел в кресло и включил радио. Голос Кинфиша, известный американский комик тридцатых годов, наполнил гостиную, и я, смеясь, слушал историю о том, как Энди пытался устроить на работу своего друга. Всех, похоже, волновало одно и то же. Как найти работу? Как, впрочем, и меня. Работа — это прекрасно. Можно отложить несколько долларов, а если дела пойдут чуть лучше, заработка хватит и на то, чтобы купить в рассрочку маленький домик. Где-нибудь в Бруклине, может, в нашем старом районе. Мне там нравилось. Чистая улица, свежий воздух. Совсем не так, как здесь, на Первой авеню. Хотя наш дом был и получше остальных. Четыре этажа, двенадцать квартир и не такой обшарпанный, как многие другие вокруг. Для начала совсем неплохо. Я услышал шаги Нелли и поднял голову. «Уже?» Она кивнула. «Я же сказала, что долго не задержусь». Я усадил ее себе на колени. Она положила голову мне на плечо. «Чего я еще мог требовать от жизни?» «Дэнни, о чем ты думаешь?» Я улыбнулся. «О том, какой я счастливый. У меня есть все, что я хотел». «Все, Дэнни?» «Почти». Я заглянул ей в глаза. «Что еще мне нужно?» «У меня есть жена, дом». «Получу работу и буду жить на седьмом небе». Ее глаза стали серьезными. «Я как раз хотела спросить себя, Дэнни, что с работой?» «Пока ничего, крошка», — ответил я. «В конце концов, я занимался этим только полдня и побывал лишь в нескольких местах, думая, утром все прояснится». Тень тревоги пробежала по ее лицу. «В газетах пишут о высоком уровне безработицы». «Газеты напишут все, что угодно, лишь бы их раскупали». «Но посмотри, сколько семей живут на пособие. Это что-то дозначит». «Конечно», — кивнул я. «Эти люди просто не хотят работать. Если работа нужна, нельзя не найти ее. Я хочу работать, и я ее найду». «Но, Дэнни, не все же они бездельники», — возразила она. «Знаешь, Нелли, на пособие соглашаются только лентяи. Я не такой, так что волноваться нам не о чем». Она помолчала, затем снова посмотрела на меня. «А если ты не сможешь сразу найти работу?» Я улыбнулся. «Как-нибудь перебьемся. Ты же пока работаешь. А если я не смогу работать? Если мне придется уйти?» Она покраснела и отвернулась. «Что, если я забеременею?» «Этого можно избежать», — резонно заметил я. «Есть же средства предохранения». Кровь внезапно отхлынула от ее лица. «Католики к ним не прибегают. Они противоречат нашей вере. Это грех», — объяснила она, уставившись в пол. «Так что же они делают?» — удивился я. «Постоянно ходят беременные. Есть дни, когда можно не предохраняться». Она не поднимала на меня глаз. Я смутился. Выходит, и мне предстояло много мучиться. «А если это случится в другое время?» Она все еще избегала моего взгляда. «Не должно. Ты позаботочься об этом». «Ерунда», — отрезал я. «Будем жить, как все». Тут до меня донеслись всхрипывания. «О, Господи! О чем ты плачешь? У нас и так полно забот. Зачем плодить новое?» Она обняла меня за шею, прижалась своей щекой к моей. «Я не могу, Дэнни!» — воскликнула она. «Не могу!» «Я и так нагрешила!» Я прижал ее к себе. Ее тело оцепенело от страха, которого я не понимал. Похоже, визит священника основательно повлиял на нее, хотя она достойно противостояла ему. «Хорошо, Нелли, хорошо!» — успокоил я жену. «Сделаем так, как ты хочешь». Слезы сменились ослепительной улыбкой. «О, Дэнни!» Она покрыла мое лицо быстрыми поцелуями. «Ты так добр ко мне! Я тебя люблю!» «Я тоже люблю тебя, крошка!» — улыбнулся я ей. «Но можно ли сегодня?» «Все последующие дни». Книга четвертая. Глава первая. Она прошла мимо ларька с косметикой к моей стойке и влезла на высокий стул. Устроилась поудобнее, чтобы я как следует рассмотрел ее грудь. Уголком глаза я перехватил завистливый взгляд Джека, моего босса. Я его нисколько не осуждал. Грудь у нее была что надо. Я вытер лицо влажным холодным полотенцем, прежде чем подошел к ней. Такие жаркие душные ночи случаются в Нью-Йорке и в октябре, когда лето в последний раз напоминает о себе. Я наклонился над прилавком и улыбнулся ей. «Да, мисс?» Я кинул взгляд на часы на стене за ее спиной. «Коку с лимонным соком, Дэнни!» Но глаза говорили, что думает она не о прохладительном напитке, а о том, как бы затащить меня в свою постель. Сию секунду я показал взглядом, что без ума от нее. Не оборачиваясь, взял с полочки стакан. Ее улыбка стала еще шире. Я подставил стакан под кран, налил коричневого сиропа, переставил под другой кран, добавил газировки, выжил в наполненный стакан осьмушку лимона. Когда я поставил перед ней стакан, она уже держала во рту незажженную сигарету. Я, естественно, дал ей прикурить. «Благодарю, Дэнни!» — просияла она. «Пустяки!» — улыбнулся я и протянул ей соломинку. Она взяла ее у меня, помешала содержимое стакана. «Коку надо продавать прямо в подземке, а то в такую ночь можно умереть от жажды». Я улыбнулся. «А по мне хорошо, что не продают. Как бы тогда я увидел вас?» Она расцвела и еще больше выпитила грудь. Я бросил на нее восхищенный взгляд, прежде чем подойти к Джеку. Мы, естественно, играли свои роли. Девчушки, садящиеся перед стойкой, именно этого и ждали. Маленькая радость жизни — флирт у крана с газировкой. И всего за десять центов. «Уже начало второго, Джек. Не пора закрывать». Джек посмотрел на часы, кивнул, затем его взгляд вернулся к девушке. «Да, Дэнни. Похоже, их влекут светлые волосы и синие глаза». «Ерунда», — возразил я. «Дело в том, что они видят во мне стопроцентного американца». Он покачал головой. «Ну, не знаю, что они видят, но четверо из пяти проходят мимо меня, прямиком к тебе. Я просто не нахожу себе места». Я усмехнулся. «Не ревнуй, Джек. Я, может, и привлекаю женщин, но деньги-то получаешь ты». «Правда, Дэнни?» — удивился он. «И ты не пользуешься их благосклонностью». «Ты знаешь меня, Джек. Женатый человек с ребенком не волочится за юбками. Кроме того, у меня нет ни времени, ни денег». Я взглянул на девицу, и мы обменялись улыбками. «И вообще от таких надо держаться подальше. Вроде бы они готовы на все, но начинают орать, стоит их только прихватить». Джек ухмыльнулся. «Я не верю ни одному твоему слову, Дэнни, но, пожалуй, на сегодня хватит». Я вернулся к стойке, пробил чек и положил его перед девушкой и едва надопила последнюю каплю. «Благодарю вас, мисс». Сунул в карман причитающийся мне десятицентовик, она слезла со стула, а я взял грязный стакан и повернулся к мойке. «Четверть второго. Я это знал безо всяких часов. Я устал, болело все тело. Еще бы семь часов и пятнадцать минут на ногах. Но я не жаловался, все-таки я работал. Чем могли похвастаться немногие в ту осень 1939 года, несмотря на начавшуюся войну в Европе. Уж я-то знал, как трудно найти работу. Я долго искал ее. Если точно, то почти три года. Конечно, иногда я работал, но недолго. Всегда что-то случалось, я отказывался на улице. Пока работала Нелли, мы как-то выкручивались, но с появлением Вики все изменилось. Тут уж мы узнали, что такое нужда. Я помнил день, когда Нелли пришла домой с работы и сказала, что у нас будет ребенок. Должно быть, на моем лице появилось странное выражение, потому что она положила руку мне на плечо. «Дэнни, ты недоволен?» спросила она с обидой в темно-карих глазах. «Я очень рад», резко ответил я. Она прижалась ко мне. «Тогда в чем же дело?» «Я просто думаю, чем мы заменим деньги. Ты найдешь работу, времена меняются». Я отвернулся и закурил. То же самое я постоянно твержу себе. Она развернула меня лицом к себе. «Ты не рад, что у нас будет ребенок?» «Отчего же мне не радоваться?» Я выпустил дым через ноздри. «Я готов плясать на улице. Это прекрасно. Если все пойдет, как и раньше, мы скоро будем жить прямо на тротуаре. Так что счастье у меня полные штаны!» Она опустила глаза. «Я не виновата, Дэнни. Я... Так уж получилось?» «Конечно, так уж получилось!» С сарказмом повторил я. «Есть дюжина способов избежать этого, но моя жена в них не верит. Она признает только какой-то мифический цикл. Она...» «Дэнни!» Я умолк на полусловие и посмотрел на нее. Ее глаза наполнились слезами. Я затянулся. «Дэнни!» «Ты не хочешь ребенка?» Спросила она сквозь слезы. Боль в ее голосе пронзила меня насквозь. Я привлек ее к себе. «Извини, Нелли!» «Конечно, я хочу ребенка!» «Поэтому я и волнуюсь!» «Дети стоят денег, а у нас их нет!» Она улыбнулась. «Детям много не надо. Им нужна лишь любовь!» Но оказалось, что все не так просто. Им требовались и пара другая долларов. Я помнил, как, потратив последний доллар, мы пришли в агентство по выдаче пособий. Как посмотрел на нас клерк, на меня и на Нелли с большим животом. Взглядом он спрашивал нас, какое право имели мы рожать ребенка, если не могли заработать себе на жизнь. Потом мы заполняли бесчисленные анкеты. В любое время дня и ночи к нам приходили проверяющие. И так до тех пор, пока все подробности нашей личной жизни не стали достоянием агентства. Я помню, как инспектор «Толстая женщина в старой шубе принесла нам первый чек». «Это вам найду и самое необходимое», пояснила она. «Я взял чек, не поднимая на нее глаз». «Если мы узнаем», с угрозой продолжила она, «что вы потратили часть этих денег на выпивку, азартные игры или что-то другое, для чего они не предназначаются, второго чека уже не будет». У меня пылало лицо, я не мог заставить себя посмотреть на нее. Мне казалось, что теперь я просто не смогу смотреть людям в глаза. Это случилось до того, как родилась Вики. Впервые я увидел ее, когда медицинская сестра в городской больнице позволила мне взглянуть в щелочку между дверей. «Вики, моя дочка, моя крошка, маленькая, розовенькая, светловолосая, как и я. Я думал, что меня разорвет от счастья. В тот момент я понял, что не сделал ничего зазорного, что мне нечего стыдиться. Любое унижение, любая боль стоило того, чтобы вот так стоять и смотреть на нее». Затем сестра разрешила мне зайти к Нелли. Она лежала в маленькой палате на четвертом этаже с семью другими пациентками. Я молча подошел к ней, наклонился, поцеловал в губы, сжал руку. Она посмотрела на меня, на шее пульсировала синяя жилка. Выглядела она очень уставшей. «Это девочка?» Я кивнул. «Но у нее твои волосы. И твои глаза. И твое лицо», быстро добавил я. «Я видел ее. Она у нас красотка». Тут Нелли улыбнулась. «Ты не расстроился?» Я потряс головой. «Я только ее и хотел. Вторую Нелли». Подошла медсестра. «Вам пора уходить, мистер Фишер». Я снова поцеловал Нелли и покинул маленькую палату. Вернулся домой. В ту ночь я не смог заснуть, а утром отправился на поиски работы. Как обычно, ничего не нашел. Наконец, из страха, что не смогу прокормить своего ребенка, я решил обратиться за помощью к Сэму. Помню, как я стоял перед Эмпайр Стейт Билдинг, где размещалась его контора, не решаясь сделать последний шаг. Но переборол себя. Вошел в вестибюль и на лифте поднялся к нему. Секретарь не пропустила меня к нему в кабинет. Он не хотел меня видеть. Я спустился вниз и позвонил ему из автомата, но бросил трубку после первых же его слов. Они еще долго отдавались у меня в ушах. «В чем дело, парень? Тебе опять нужна милостыня?» Все двери закрылись передо мной. Оставалось полагаться только на себя. Нелли вернулась домой с ребенком, и лишь в конце лета я хоть что-то нашел. Несколько недель назад. Ночная работа, плохо оплачиваемая, но я был готов на что угодно. Продавец газировки, шесть долларов в неделю плюс чаевые. Хоть малая, но добавка к тем семидесяти двум долларам, что мы получали как пособие. Но мне не поздоровилось бы, узная в агентстве, что я работаю по ночам. Я протер стойку и взглянул на часы. Половина второго. Снял фартук, убрал его в ящичек под стойкой. Скорее домой. Тогда я успею поспать несколько часов перед приходом инспектора. Обычно она заявлялась чеком в семь утра. Глава вторая. Я сидел за столом, слушая монотонный голос мисс Снайдер, и у меня слепались глаза. Мисс Снайдер, наш инспектор, принадлежала к той категории людей, которые все знали и все умели. Вот и сейчас она учила Нелли готовить мясной соус и спагетти без мяса. Я думаю, это очень вкусно. Не правда ли, Дэнни? Я раскрыл глаза. Что? Пробурчал я. Да, конечно. Вы даже не слушали, мистер Фишер, упрекнула меня мисс Снайдер. Ну что вы, мисс Снайдер, возразил я. Я слышал каждое ваше слово. Она подозрительно всмотрелась в меня. У вас усталый вид, мистер Фишер. Вы вчера поздно легли? Тут уж я проснулся окончательно. Нет, мисс Снайдер, поспешил я развеять ее подозрения. Я лег рано, но не мог заснуть. Так всю ночь. И переворачивался сбоку на бок. Она повернулась к Нелли. Я видел, что не убедил ее. А как ваш ребенок, миссис Фишер? Осведомилась она. Вы хотите взглянуть на нее, мисс Снайдер? Нелли уже вскочила. Я улыбнулся про себя. Нелли знала, как ублажить мисс Снайдер. Она была старой девой и обожала младенцев. Теперь я мог спать и за столом. Она бы этого не заметила. После ухода мисс Снайдер я повалился в постель и заснул, как убитый, даже не сняв брюки. Проснулся я с ощущением, что в доме никого нет. Взглянул на часы. Полдень. Рядом с часами белел клочок бумаги. Записка от Нелли. Пошла получить деньги по чеку, оплатить счета и кое-что купить. Взяла Викки с собой, чтобы ты мог поспать. Кофе на плите. Вернемся к трем. Я положил записку на столик, скатился с кровати, встал, потянулся. Чуть заныли плечи. Я прошел в ванную и всмотрелся в свое лицо. Я выглядел старше своих лет. Кожа обтягивала скулы. В уголках глаз наметились морщинки. Я глубоко вздохнул, покрывая щеки и подбородок белой пеной. Едва я закончил бриться, в замке повернулся ключ. Я положил бритву и поспешил в прихожую. Нелли стояла там, с Викки в одной руке и сумкой с продуктами в другой. Я взял у нее ребенка и направился на кухню. Она последовала за мной. Я заплатила мяснику и бокалейщику. Она поставила сумку на стол. И у меня осталось шесть долларов после оплаты квартиры, газа и электричества. — Хорошо. Вики вела себя необычно спокойно. Обычно у меня на руках она всегда крутилась. — Что это с Викки? Нелли посмотрела на нее. — Не знаю. Тревога отразилась на ее лице. — Она сегодня такая с самого утра, в магазине расплакалась. Поэтому я вернулась так рано. Я поднял Викки над головой. — Что это с моей девочкой? Проварковал я, чуть подбрасывая ее. Я ожидал услышать радостное гуканье, но Викки расплакалась. Я повернулся к Нелли. — Дай-ка я уложу ее в постель. Она взяла у меня ребенка. Пусть поспит, и ей станет лучше. Я сел за стол и выпил чашку кофе, пока Нелли укладывала Викки. Просмотрел газету. Нашел статью о том, как агентство по выдаче пособий проверяет своих клиентов, чтобы те не обманывали уважаемое учреждение. Показал статью Нелли, когда та вернулась на кухню. Она озабоченно посмотрела на меня. — Ты думаешь, мисс Снайдер что-то заподозрила? Я пожал плечами. — Едва ли. Когда бы она ни приходила, я всегда дома. Все-таки сегодня она вела себя иначе, словно что-то узнала. — Ерунда, — отмахнулся я. — Ничего она не знает. Вики снова заплакала и тут же закашлялась. Мы с Нелли переглянулись, и она убежала в спальню. Я последовал за ней. Нелли уже взяла ребенка на руки и чуть покачивала его. Кашель прекратился. Нелли посмотрела на меня. Ее глаза округлились от испуга. Она такая горячая, Денни. Я коснулся ладонью лба Вики, теплого и влажного от пота. Может, она простудилась? Она кашляла и прошлой ночью. Может, она заразилась от меня? Я как-то не подумал об этом. Нелли уже неделю ходила простуженной. — Давай вызовем врача, — предложил я. Вики вновь заплакала. Нелли взглянула на нее, потом на меня. — Давай, — согласилась она. Медицинская карточка лежит на полке в кухне. Позвони ему с телефона в подъезде. Доктор закончил осмотр ребенка и повернулся к Нелли. — Давайте займемся вами, пока ваш муж уложит девочку в кроватку. — Как она? — озабоченно спросила Нелли. — У нее простуда, воспалилось горло. Я оставлю вам лекарство. Он взял в руку ложечку. — А теперь давайте посмотрим ваше горло. Откройте рот пошире и скажите «А». Нелли открыла рот, и он прижал ей ложкой язык. Нелли сразу закашлялась. Доктор убрал ложку и полез с акваяж за термометром. — Ну что? — спросила она. Он улыбнулся. — Не надо волноваться, миссис Фишер. — Давайте посмотрим, нет ли у вас температуры. Он сунул термометр ей в рот, достал бланки рецептов и начал что-то писать. Я уже кончил укрывать Вики, когда он спросил меня. — Какой у вас регистрационный номер? — Карточка на кухне, док, — ответил я. — Сейчас принесу. Когда я вернулся в комнату, доктор смотрел на термометр. — Вы тоже простуженный, миссис Фишер. — Вы знаете об этом? — Нелли покачала головой. — Вам лучше лечь в постель и не вставать несколько дней. — Но, доктор, — запретестовала она, — вы не сказали нам, что с Викки. Он нетерпеливо посмотрел на нее. — У нее тоже, что и у вас, — ответил он. — Воспаленное горло плюс простуда. Я дам вам два рецепта, для нее и для вас. Пейте лекарства, и вы обе быстро поправитесь. — Вы думаете, она заразилась от меня? — не унималась Нелли. Доктор снова что-то писал. — Не знаю, кто от кого заразился, но пейте лекарства и одевайтесь потеплее. Завтра я снова загляну к вам. Он положил на стол два рецепта и посмотрел на меня. — Так какой у вас номер? Молча я протянул ему белую карточку, которую выдали мне в агентстве. Она давала право на медицинскую помощь. Расходы брала на себя агентство. Ручка доктора забегала по листку в записной книжке. Он уже отработал те два доллара, которые полагались ему за вызов. Вернул мне карточку и полоску бумаги. — Передайте вот это вашему инспектору, когда он зайдет к вам. И он подхватил свой саквояж. — Хорошо, доктор, — кивнул я. У двери он обернулся. — Следуйте моим указаниям. Лежите в постели и принимайте лекарства. Завтра я зайду к вам. Дверь захлопнулась. Мы с Нелли переглянулись. Во мне закипела злость. — Сукин он сын! — выругался я. — Кроме денег его ничего не интересует. Даже разговаривать не желает, потому что мы на пособии. Держу пари с другими пациентами, он ведет себя иначе. Нелли закашлялась. — Тут уж ничего не поделаешь. По крайней мере, он пришел. Многие не делают и этого, узнав, кто платит по счетам. — Но я еще злился. — Все равно он не должен вести себя так, словно мы дерьмо. Она вернулась с кровати и легла. — Ты же должен знать, Дэнни, какие сейчас люди. Смирение на ее лице заставило меня устыдиться моей вспышки. Она была права. Удивляться мне было нечему. Я поспешил к ней, взял ее за руку. — Дай мне рецепты. Я сбегаю в аптеку и принесу лекарства. Пожалуй, сегодня вечером я останусь дома. — Нет, Дэнни, принеси лекарства и отправляйся на работу. Нам нужны деньги. — Но доктор сказал, что тебе надо лежать, — запротестовал я. Она чуть улыбнулась. — Они всегда так говорят. Но кто будет лежать в кровати с какой-то простудой? Иди на работу. В твое отсутствие с нами ничего не случится. Глава третья Я взбежал по ступеням и остановился перед дверью. Вставляя ключ в замок, я услышал кашель Нелли. Из-под двери в спальне пробивалась полоска света. Я быстро закрыл входную дверь и поспешил в спальню. — Нелли, ты не спишь? Я остановился на пороге. Нелли, склонившаяся над детской кроваткой, подняла голову. — Дэнни! — воскликнула она. Я пересек комнату одним прыжком. — Что случилось? Она вцепилась в мой пиджак. — Дэнни! Ты должен что-то сделать! Она говорила и кашляла одновременно. — Вики вся горит! Я посмотрел на девочку, положил ладонь ей на лоб. Горячий. Взглянул на Нелли. — У нее тридцать девять и пять! Ее голос дрожал. Я всмотрелся в глаза Нелли. Они лихорадочно горели. Попытался успокоить ее. — Не паникуй. У детей часто поднимается температура. Похоже, у тебя ничуть не меньше. — Обо мне не беспокойся! — истерично взвизгнула она. — Надо помочь Вике! Я схватил ее за плечи, потряс. — Нелли! Возьми себя в руки! Я сбегаю вниз и позвоню доктору. Я вернусь через минуту. Она уже плакала, слезы текли по щекам. — Хорошо, Дэнни, хорошо! Она подоткнула одеяльце. — Поторопись, Дэнни! Вики вся пылает! Я быстро набрал номер. Несколько гудков на другом конце провода сняли трубку. — Да! — ответил сонный мужской голос. — Это доктор Адамс, спросил я. Доктор Адамс слушает. — Док, это Дэнни Фишер! — Сегодня вы приходили к моему ребенку. — Да, мистер Фишер. В голосе слышалось раздражение. — Я знаю. — Я думаю, вам нужно немедленно прийти к нам, доктор. У девочки очень высокая температура. Она вся горит. — Она спит? — донеслось из трубки. — Да, док. Но мне не нравится ее вид. Она вся красная и сильно потеет. И моя жена тоже. И у нее, похоже, высокая температура. Доктор ответил не сразу. — Они принимали лекарства, которые я прописал? — Да, док. — Тогда не следует волноваться, мистер Фишер. Попытался он успокоить меня. — При простуде ночью температура всегда поднимается. — Дайте им попить теплого и хорошенько укройте. К утру им станет лучше. Я к вам зайду с самого утра. — Но, док... — запротестовал я. — Сделайте, как я сказал, мистер Фишер, — заключил доктор и положил трубку. — Он придет? — спросила Нелли, когда я вернулся. — Нет. Я покачал головой. — Он уверен, что у вас обычная простуда. Сказал, чтобы я дал вам попить теплого и хорошенько укрыл. — Дэнни, ты думаешь, она поправится? — нервно спросила она. Я улыбнулся, пытаясь вселить в нее уверенность, которую не чувствовал сам. — Конечно. Он же доктор, не так ли? Он знает, о чем говорит. Я отвел ее к кровати. — А теперь ложись, а я приготовлю тебе чай. Тебе самой не здоровится, поэтому ты все видишь в черном цвете. Неохотно она легла в постель. — Сначала согрей бутылочку Вики. — Конечно, конечно. А теперь укройся потеплее. Осторожно я отнес в спальню чашку горячего чая и присел на краешей кровати. — Выпей, пожалуйста. Тебе сразу станет лучше. Она села, взяла у меня чашку. Начала пить маленькими глоточками. — Хорошо. — Я улыбнулся. — Конечно, вкусно. — Посмотри, кто готовил чай. — Сам Дэнни Фишер. Она улыбнулась в ответ и поднесла чашку к рту. — Посмотри, как там Вики. Я склонился над кроваткой. Наша дочка спокойно спала. Она сладко спит. Нелли допила чай и вновь легла. Ее черные волосы рассыпались по подушке. — Крошка! — Прошептал я. — Я уже начал забывать, какая ты у меня красивая. Она сонно улыбнулась. Я понял, что она совсем вымоталась. — Ночная работа, похоже, действует на твое зрение, Дэнни. Она попыталась пошутить. — Ты видишь даже то, чего нет. — Спи, крошка! Я наклонился и поцеловал ее в висок. — Все образуется. Я вернулся на кухню, вымыл чашку, сел к столу и только чиркнул спичкой, чтобы закурить, как заплакала Вики. Я бросил сигарету в раковину и поспешил в спальню. Вики кашляла, быстро взял ее на руки прямо в одеяльце и легонько похлопал по спине, пока кашель не прекратился. Нелли так устала, что кашель Вики не разбудил ее. Я коснулся пальцами лица ребенка. Все еще горячая. Она склонила головку мне на плечо. Кашляла она во сне. Осторожно я уложил ее в кроватку, прошептал. — Папа сейчас вернется. Я прошел на кухню, затушил еще дымящуюся сигарету, выключил свет, в темноте добрался до спальни. Пододвинул кресло к детской кроватке, сел, просунул руку сквозь решетку, нащупал пальчики Вики. Инстинктивно они сжали мой указательный палец. И я сидел, не решаясь пошевелиться, чтобы не нарушить ее сон. Ярко светила луна. Я почувствовал движение в кроватке. Вики повернулась на бок и свернулась калачиком вокруг моей руки. — Моя доченька, — с гордостью подумал я. Потребовалась тяжелая болезнь, чтобы я понял, как дорога она мне. Слишком многое я воспринимал как должное. Ее довольное гуканье после еды, взгляд ярко-синих глаз, которым она встречала меня, когда я входил в комнату, маленькие складочки на ножках. — Выздоравливай, Вики, — едва слышно прошептал я. — Выздоравливай и расти для своего папочки. Это большой мир, и он хочет показать его тебе. Показать солнце, луну, звезды и многое-многое другое. Расти крепко и здорово. Мы будем вместе ходить по улицам, взявшись за руки, чувствовать, как бьются в унисон наши сердца. Я куплю тебе много вещей, Вики, куклы, игрушки, платья, все, что ты захочешь. Я буду много работать, хоть двадцать четыре часа в сутки, лишь бы ты росла счастливой. Ты моя дочка, и я люблю тебя. Она вновь шевельнулась, и я всмотрелся в нее в темноте. Как же я не осознавал раньше, каким счастливым стал я с ее появлением. Я поднял глаза к потолку. Прошу тебя, Боже, взмолился я. Сделай так, чтобы она выздоровела. Тишину комнаты нарушил кашель Нелли. Я слышал, как она ворочается сбоку-набок. Встал, посмотрел на нее. Она сбросила с себя одеяло. Я укрыл ее и снова уселся в кресло. Ночь тянулась и тянулась, и я задремал. Моя голова упала на спинку кровати. До моих ушей донесся кашель. Я с трудом разлепил глаза. Уже занялась заря. Вики сотрясала от приступов кашля. Я скоренько взял ее на руки, похлопал по спине. Кашель не прекращался. Она крепко сжала веки, лоб покрывали капельки пота. Внезапно она вытянулась в моих руках, напряглась. Лицо стало синеть. В отчаянии я попытался открыть ей ротик своими губами. Изо всех сил дунул, чтобы воздух дошел до ее легких. Но в душе уже понял, что произошло непоправимое. Снова и снова вдувал я воздух в ее легкие, хотя и знал, что уже ничем не могу ей помочь. А потом долго стоял посреди комнаты, прижимая к груди ее начавшее холодеть тельца. Моя дочь умерла. Я почувствовал на губах соленый привкус слез. — Дэнни! — с кровати испуганно воскликнула Нелли. Медленно я повернулся к ней. Долго смотрел на нее, не говоря ни слова. Она все поняла. Она предчувствовала, что так оно и будет. Ее руки протянулись к Вике. Едва переставляя ноги, я подошел к кровати и передал ей нашего ребенка. Глава четвертая Деревянные ступени скрипели у нас под ногами, когда мы поднимались по лестнице. Мы давно привыкли к этому звуку, но сейчас он не радовал нас. Прошло уже больше трех лет с тех пор, как мы впервые поднялись по этой лестнице. Тогда мы были счастливы, молоды, радовались жизни. Мы смеялись, не находили себе места, отбьющие через край энергии. Помнится, я на руках перенес ее через порог. Но было это очень давно, а теперь мы уже и забыли, что такое счастье. Я уставился ей в спину, прямую, застывшую. Она поднималась первой, я следом за ней. Она смогла взять себя в руки, не пролила ни слезинки, не голосила. Лишь боль, заполнившая ее темные глаза, да изогнувшая к низу уголки ее рта, говорила мне о ее чувствах. Она остановилась на нашей лестничной площадке, покачнулась. Я рванулся вперед, опасаясь, что она упадет. Ее рука нашла мою, сжала ее. Молча, бок о бок, мы подошли к нашей двери. Свободной рукой я нашарил в кармане ключ, но не вставил в замок. Не хотелось открывать дверь. Нелли не повернулась ко мне, она смотрела прямо перед собой. Я таки вставил ключ в замок, и от этого легкого нажатия она распахнулась. Я удивленно взглянул на Нелли. Похоже, я не запер дверь. Она не повернула головы, заговорила так тихо, что я едва разобрал ответ. Это не важно, нам больше нечего терять. Я ввел ее в квартиру, закрыл за нами дверь. Мы стояли в крохотной прихожей, боясь посмотреть друг на друга, боясь заговорить. Наконец я нарушил молчание. Дай мне твое пальто, дорогая, я повешу его в шкаф. Ее пальто соскользнуло с плеч мне на руки. Я повесил его в шкаф, снял свое, повесил рядом. Когда я повернулся к Нелли, она стояла на том же месте. Я взял ее за руку. «Пойди в комнату и присядь. Я приготовлю тебе кофе». Она покачала головой. «Я ничего не хочу. Все равно тебе лучше сесть», — настаивал я. Она позволила мне отвезти ее в гостиную и усадить на диван. Я пристроился рядом, закурил. Она уставилась в противоположную стену, ничего не видящими глазами. Тишина заполнила комнату. А я вслушивался в нее, вслушивался, надеясь уловить знакомые звуки, издаваемые моей дочерью, которые, бывало, так раздражали меня. Я на мгновение закрыл глаза. Хотелось забыть этот день, похоронить в дальнем уголке памяти, куда складываются все потери, забыть мессу, маленький белый гроб в окружении желтых свечей у алтаря, забыть скрежет клопат, вгрызающихся в землю, глухие удары камешков и комьев земли, падающих на маленький деревянный ящик. Забыть, забыть, забыть. Но как забыть? Как забыть доброту соседей, их сострадания и сочувствия? Ты стучался в их двери и плакал в их кухнях. У тебя не было денег, и твой ребенок лежал бы в могиле для нищих, если б не они. Пять долларов там, два здесь, десять долларов, шесть, всего семьдесят, чтобы заплатить за гроб, за мессу, за могилу. Семьдесят долларов, которые они оторвали от себя, несмотря на нищету, чтобы хоть чем-то помочь нам. Хочется забыть, но такие дни не забываются. Как нельзя забыть ее? Странно, но не хочется называть дочь по имени, даже про себя. Я тряхнул головой. Произнеси ее имя, скомандовал я себе. Произнеси ее имя. Набрал полную грудь воздуха. Вики. Громом отдается в ушах мой едва слышный шепот. Вики. Хорошее имя. Гордое имя. Но для живых. А ее больше нет. Отчаяние охватывает меня. Имя исчезло. Осталась только она. И тут уж ничего не поделаешь. Последний раз затянувшись, я вдавил окурок в пепельницу. Не лучше ли тебе лечь? Спросил я Нелли. Она поворачивается ко мне. Я не устала. Я взял ее за руку. Холодна, как лед. И все-таки тебе лучше лечь. Она бросила испуганный взгляд на дверь спальни. Дэнни, я не могу зайти туда. Ее кроватка, ее игрушки. И она смолкла на полусловие. Я знал, каково у нее на душе. И когда заговорил, мой голос дрожал. С этим все кончено, крошка. И нам жить дальше. Она вцепилась мне в руки. Истерично сверкнули глаза. Зачем, Дэнни? Зачем? Надо отвечать. А что мне ей сказать? Ее ногти впились мне в ладони. Она была младенцем, Дэнни. Младенцем. Из ее глаз брызнули слезы, первые после смерти дочери. Она хотела жить. Но я приговорила ее к смерти. Я убила ее. Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Неуклюже я обнял ее, привлек к себе. Это не твоя вина, Нелли. Вообще тут никто не виноват. Все в руках господних. Ее глаза почернели от горя. Она медленно покачала головой. Нет, Дэнни. Виновата я. Виновата с самого начала. Я согрешила и позволила ей стать частью моего греха. Она заплатила за мой грех. Она, а не я. Мне следовало знать об этом, а не думать, что я умнее Бога. Такого фанатизма в ее глазах я еще не видел. Я согрешила и жила в грехе, продолжала она. Я никогда не просила Бога благословить наш союз. Мне казалось, что слова человека вполне достаточно. Как я могла ожидать, что он благословит моего ребенка? Отец Брэннон предупреждал меня об этом. Отец Брэннон ничего такого не говорил, горячо возразил я. Сегодня в церкви он сказал, что Бог примет ее в свои объятия. Мы любили друг друга. Мы любим друг друга. Это все, чего желает Господь. Она грустно посмотрела на меня. Ее рука легла на мою. «Бедный Дэнни», — прошептала она, — «тебе этого не понять». Я уставился на нее. Она не ошиблась, и я не понимал. Любовь существовала между людьми, и Бог не мог не благословить истинную любовь. «Я же люблю тебя». Она улыбнулась сквозь слезы, встала, с жалостью посмотрела на меня. «Бедный Дэнни, ты думаешь, что твоя любовь — это все, что тебе нужно, и не можешь понять, что для него этого недостаточно?» Я поцеловал ей руку. «Но нам-то этого хватало». Ее глаза затуманились, и она чуть кивнула. «В этом наша ошибка, Дэнни». Я тоже думала, что этого достаточно, но оказалось, что это не так. Ее рука взъерошила мне волосы. «Мы должны жить и с Богом, а не только друг с другом». Она ушла в спальню и закрыла за собой дверь. Я услышал, как скрипнула кровать под тяжестью ее тела, и наступила тишина. Я сунул в рот новую сигарету, закурил, повернулся к окну. Начался дождь. «День, который лучше забыть». Тишина ватой обволокла меня. Глава пятая Тело мое онемело. Я то ли спал, то ли бодрствовал. Тело, похоже, заснуло, а мозг нет. И я полностью утерял чувство времени. Только мысли оставались со мной. Обрывки воспоминаний сменяли друг друга, а тело словно отстранилось от них и сопровождающие их боли. Наверное, поэтому я и не услышал звонка в дверь. Во всяком случае, первого. Потом услышал, но не мог понять, что он означает. Но звонок не унимался. И не оставалось ничего другого, как открыть дверь. Вставая, я взглянул на часы, только три, а мне-то казалось, что с утра прошел целый год. Я открыл дверь. Увидел незнакомого мужчину. «Что вам нужно?» Сердито спросил я. Не хотелось говорить с очередным торговцем, желающим продать свой товар. Незнакомец достал бумажник и открыл его передо мной. На бланке я прочитал. Муниципалитет Нью-Йорка. Отдел пособий. Инспектор. «Мистер Фишер?» Спросил он. Я кивнул. «Джон Морган из отдела пособий. Можно мне зайти к вам? Я хотел бы задать вам несколько вопросов». Я холодно глянул на него. Он выбрал неудачное время для своих вопросов. «Не могли бы вы зайти в другой раз, мистер Морган?» Он покачал головой. «Я должен задать их сейчас». Неприятные нотки закрались в его голос. «Мисс Найдер получила сведения, касающиеся вашего дела, которое необходимо проверить. Вам же будет лучше, если вы немедленно ответите на мои вопросы». Я подозрительно посмотрел на него. «А где она?» «Это не ваше дело, мистер Фишер. Теперь он говорил с откровенной враждебностью. Я хочу, чтобы вы ответили на мои вопросы». Во мне закипела злость. Бляха отдела пособий не превращала его в бога. Я не двинулся с места. «Хорошо, я отвечу на ваши вопросы». Он на мгновение стушевался, но затем понял, что я не собираюсь приглашать его в квартиру. Достал маленький блокнотик и открыл его на одной из страниц. Прочитал написанное, а потом взглянул на меня. «Сегодня утром вы похоронили вашу дочь». Я молча кивнул. Он сказал об этом так обыденно, что у меня защемило сердце. Он словно осквернил смерть Вики. Морган что-то записал. Все эти инспектора мало чем отличались друг от друга. Они постоянно что-то записывали. Без записной книжки они просто не могли существовать. «Похоронные услуги, включая гроб, обошлись вам в сорок долларов. Могила в двадцать. Всего вы потратили на похороны шестьдесят долларов. Так?» «Нет», — с горечью ответил я. «Вы кое-что забыли». Его глаза сузились. «Что именно?» «Месса в церкви Вознесения стоила нам десять долларов, так что всего мы потратили семьдесят долларов». Его карандаш вновь забегал по бумаге. Затем он посмотрел на меня. «Где вы взяли эти деньги, мистер Фишер?» «Не ваше дело», — отрезал я. Слабая улыбка заиграла на его губах. «Это наше дело, мистер Фишер. Видите ли, вы на пособии. Вроде бы вам не на что жить. У вас нет денег, поэтому мы и помогаем вам. А вдруг выясняется, что у вас есть семьдесят долларов. Мы вправе узнать, где вы их взяли». Я не отрывал глаз от пола. Эти мерзавцы держали таких, как мы, за горло. Или я отвечаю на их вопросы, или они вышвыривают меня вон. И все-таки я не мог заставить себя ответить, где я взял деньги. Будто мы и Вики заключили негласный договор, и никто не должен был знать, где мы взяли деньги на ее похороны. Я промолчал. «Может, вы получили деньги за ночную работу, о которой не удосужились сообщить нам?» С ноткой торжества в голосе спросил он. «Вы ничего не скрывали от нас, мистер Фишер?» Наши взгляды встретились. «Как они могли об этом пронюхать?» «При чем тут ночная работа?» Он самодовольно улыбнулся. «Но у нас же завелись лишние денежки, и не стоит обманывать нас, мистер Фишер. Из-за этого можно оказаться за решеткой. Муниципалитет Нью-Йорка может подать на вас в суд за обман». Мое терпение лопнуло. «С каких это пор? Человек должен идти в тюрьму за то, что хочет работать!» Взорвался я. «Чего вы от меня добиваетесь?» «Ничего, мистер Фишер», — ответил он. «Я пытаюсь установить истину. Вот и все. Истина состоит в том, что три человека не могут жить на 72 доллара в месяц, питаясь только сушеным черносливом и картошкой». Я уже кричал, и мой голос гулка отдавался в лестничных маршах. «Приходится подрабатывать, иначе помрешь с голоду!» «Значит, вы признаете, что работали по ночам, хотя заверяли нас, что являетесь полностью безработным?» — спокойно спросил он. «Я ничего не признаю!» «И однако у вас оказалось 70 долларов, на которые вы похоронили вашего ребенка», — заявил он. «Да, я похоронил ребенка», — комок в горле мешал говорить. «Это все, что я мог для нее сделать! Вы думаете, я бы ждал прихода вашего поганого доктора, будь у меня деньги? Если бы они у меня были, я бы обратился к другому доктору, и тогда, возможно, она осталась бы с нами!» Он холодно смотрел на меня. Я, наконец, понял, что ему чужды нормальные человеческие чувства. «Значит, вы работали ночами?» И тут я сорвался. Схватил его за грудки и подтянул к себе. «Да, я работал ночами!» — рявкнул ему в лицо. Он побледнел, попытался вырваться. «Отпустите меня, мистер Фишер! Насилие вам не поможет! Вы и так в трудном положении!» Тут он был абсолютно прав. «Семь бед, один ответ!» Я врезал ему в челюсть, и он отлетел к противоположной стене. Направляясь к нему, я увидел кровь, побежавшую по его подбородку. Не отрывая от меня испуганных глаз, он метнулся к лестнице. Я стоял и смотрел, как он летит по ступенькам. Этажом ниже он остановился и поднял голову. «Вы за это заплатите!» — истерично завопил он. «Вам больше не заплатят ни цента! Вы сдохнете с голода! Я об этом позабочусь!» Я угрожающе спустился на пару ступенек, и его как ветром сдуло. «Если ты еще раз появишься здесь!» — прокричал я вслед, наклонившись над перилами. «Я тебя прибью! И держись от меня подальше!» Хлопнула дверь подъезда, и я вернулся в квартиру. Возбуждение спало, ярость ушла. «Мне стало стыдно!» «Может, не следовало вести себя так грубо?» «Во всяком случае, не сегодня!» Нелли стояла у двери в спальню. «Кто приходил, Дэнни?» «Какая-то обезьяна из отдела пособий!» Дэнник выискался. Я прогнал его. «Что он хотел?» Она тоже настрадалась в этот день, и я решил не обременять ее новыми заботами. «Ничего особенного», — уклончиво ответил я. «Хотел задать несколько вопросов, вот и все. Ложись в постель, крошка. Тебе надо отдохнуть». «Они узнали о ночной работе?» «Так?» — спросила она. Я уставился на нее. Она все слышала. «Почему бы тебе не поспать немного, крошка?» Увильнул я от ответа. Наши взгляды встретились. «Не лги мне, Дэнни!» «Я права, да?» «Допустим», — признал я. «Теперь это не так и важно. Хватит нам и одного заработка. Босс обещал мне прибавку. Она молча смотрела на меня. На ее глазах навернулись слезы. Я быстро пересек комнату и взял ее за руку. «Все у нас идет кувырком, Дэнни!» Полная безнадежность сквозила в ее голосе. «Даже в такой день!» «Одна беда сменяет другую. Ты не права, крошка, я все еще держал ее за руку. Теперь все пойдет по-другому!» Она смотрела на меня. «Нет, Дэнни!» «Ничего не изменится!» «Мы обречены!» «Я не принесла тебе удачи!» «Нелли!» «Выкинь это из головы!» Я поцеловал ее в щеку. «Нельзя жить, не надеясь на лучшее!» «Вот увидишь, все переменится!» «На что мне надеяться?» Спросила она. «Ты даже не знаешь, есть ли у тебя работа. Ты не показывался там уже четыре дня». «Об этом я не волнуюсь. Но сердце у меня ушло в пятки. Действительно, я даже не позвонил. Джек все поймет!» Она с сомнением посмотрела на меня. Заволновался и я. Но в итоге мы оба оказались правы. Глава шестая. Джек поднял голову, увидев меня. В его взгляде я не заметил радости. За стойкой с газировкой стоял другой мужчина. «Привет, Джек!» Поздоровался я. «Привет, Дэнни!» Без энтузиазма ответил он. Я подождал, пока он спросит, где меня носило, но он молчал. Я видел, что он сердится и заговорил сам. «У меня кое-что случилось, Джек», — объяснил я. «Я не мог прийти». В его глазах отразилась злость. «И за пять дней не мог даже позвонить?» Сарказмом спросил он. Я посмотрел ему в глаза. «Сожалею об этом, Джек. Конечно, надо было позвонить, но я так расстроился, что позабыл об этом. Ерунда», — взорвался он. «Два вечера я гнул спину за двоих, надеясь, что ты все-таки придешь. А у тебя даже не нашлось времени позвонить». Я не мог позвонить, Джек. «Ни разу, за пять дней!» Он явно не верил мне. «Должно быть, наступил конец света». Я отвел взгляд. «У меня беда, Джек. Моя де...» «Умерла моя дочь». Он заговорил не сразу. «Ты не разыгрываешь меня, Дэнни?» Я посмотрел на него. «С этим не шутят?» Теперь он отвел глаза. «Мне очень жаль, Дэнни». «Честное слово, очень жаль». Я искоско взглянул на стойку, за которой стоял несколько дней назад. Незнакомец не подавал и виду, что прислушивается к нашему разговору, хотя я понимал, что он ловит каждое слово. Речь шла о его работе. Я посмотрел на Джека. «Я вижу, ты взял нового человека». Он молча кивнул. «А для меня у тебя нет места?» С тем же успехом я мог спросить, будем ли мы есть или умрем с голоду. Прежде чем ответить, он взглянул на своего нового бармена. Тот усиленно протирал и так чистую стойку. «Пока нет, Дэнни. Извини». Я отвернулся, чтобы он не увидел слез в моих глазах. «Все нормально, Джек. Я понимаю». «Может, что-нибудь подвернется?» — сочувственно добавил он. «Я дам тебе знать. Если б ты только позвонил Дэнни». «Поезд уже ушел, Джек», — прервал я его. «Но все равно спасибо». «На улице я взглянул на часы. Начало седьмого». «Как сказать Нелли?» «Особенно после того, что произошло днем». «Не день, а сплошное несчастье». «Я решил добраться домой пешком. Десять центов — большие деньги, когда ты безработный. Путь от Дикман-стрит до Четвертой авеню занял у меня почти три часа». Я не возражал. Хотелось оттянуть разговор с Нелли. Я пришел домой в девять вечера. Похолодало, но моя рубашка взмокла от пота, когда я поднимался по лестнице. Перед дверью я в нерешительности остановился. Что я ей скажу? Я распахнул дверь. В гостиной горел свет. «Нелли!» — позвал я, вешая пиджак в стеной шкаф прихожей. Послышались тяжелые шаги. «Это он!» — произнес мужской голос. Я обернулся. Нелли и двое мужчин стояли у двери в гостиную. Лицо Нелли побледнело, осунулось. Я шагнул к ней, прежде чем разглядел лицо стоящего ряда мужчины. «Инспектор отдела пособий, которого я выгнал сегодня утром. Под его правым глазом темнел фонарь». «Это он!» — повторил Морган. Второй мужчина подошел ко мне, показал бляху полицейского. «Мистер Морган обвиняет вас в том, что вы избили его. Вам придется пройти с нами, мистер Фишер». Я остолбенел. «Действительно, сегодня не хватало только полиции». Потом я посмотрел на Нелли. «Могу я поговорить с моей женой?» Полицейский-изучающий взглянул на меня, затем кивнул. «Конечно, мы подождем». Он подхватил Моргана под руку, вытолкнул его на лестничную площадку и еще раз посмотрел на меня, прежде чем закрыть за собой дверь. Только недолго. Дверь за ним захлопнулась. Нелли не отрывала взгляда от моего лица. «Работы нет?» Я не ответил. Мгновением позже она рыдала у меня на плече. «Дэнни! Дэнни, что же нам делать?» Я нежно погладил ее по голове. Я не знал, что сказать, не знал, что нам делать дальше. Рушили стены нашего дома. Земля уходила из-под ног. Она подняла на меня глаза. «Что они с тобой сделают?» Я пожал плечами. «Не знаю». Я так устал, что меня это не волновало. Если б не она, мне вообще не хотелось бы жить. Возможно, возьмут показания и отпустят до суда. «А вдруг они упрячут тебя за решетку?» воскликнула она. Я попытался улыбнуться. Нет, конечно. Честно говоря, уверенности у меня не было. Совершенное мною преступление не настолько серьезно. Я вернусь через несколько часов. Но мистер Морган — это ужасный человек. Он клялся, что сгнает тебя в тюрьме. Этот мозгляк презрительно хмыкнул я. Его ждет сюрприз. Когда они узнают, что произошло, меня тут же выпустят. Не волнуйся. Она вновь прижалась к моему плечу. Ничего у нас не получается. Я навлекла на тебя все эти беды. Лучше бы тебе не возвращаться ко мне. Я повернул ее к себе, поцеловал. Если б я не вернулся, крошка, то потерял бы то единственное, что дорого мне в этом мире. Твоей вины тут нет. Никто не виноват. Нам просто не повезло. В дверь постучали. Я сейчас. Я обнял Нелли. Пойди, приляг. Я буду с тобой через два-три часа. Правда? Недоверчиво спросила она. Правда. Я взял пиджак из стеного шкафа. Ты не успеешь оглянуться, как я уже вернусь. Морган с триумфом поглядывал на меня по пути к полицейскому участку. Я предупреждал, что вернусь, — фыркнул он. Я не ответил. Его осадил полицейский детектив. Заткнитесь, Морган. У парня полно хлопот и без вашей болтовни. Я искосо глянул на фараона. Ему не нравился Морган. Я сразу это понял. Мы отшагали два квартала, прежде чем я открыл рот. — Что делает полиция в таких случаях? — спросил я детектива, высокого ирландца с добрыми глазами. Честно говоря, я плохо понимал, как человек с такими глазами мог служить в полиции. Он повернулся ко мне. Его рыжие волосы блеснули в свете уличного фонаря. — С вас возьмут показания в связи с предъявленными вам обвинениями, которые будут разбираться в суде. — Но до суда я останусь на свободе, не так ли? Детектив сочувственно посмотрел на меня. — Да, если за вас внесут залог. — Залог? — изумился я. — Что за залог? — Обычно это пятьсот долларов. — А если денег нет? — допытывался я. — Что тогда? Морган ответил, прежде чем детектив успел открыть рот. — Тогда ты до суда просидишь в тюрьме, — злобно прошипел он. Я резко остановился и посмотрел на фараона. — Но это же невозможно. У меня больная жена. Сегодня столько пришлось пережить. Я не могу оставить ее одну. Детектив взял меня за плечо. — Извини, сынок. Но тут я бессилен. Мое дело — доставить в участок. — Но Нелли, моя жена, — залепетал я. — Я не могу оставить ее одну. Она нездорова. Не надо суетиться. Все так же мягко продолжал детектив. Идите спокойно. Теперь его рука крепко держала меня за локоть. И я зашагал дальше. Мне вспомнились газетные статьи, в которых говорилось, что арестованный приставал перед судьей через две, а то и три недели. Я представил себе, что столько времени проведу в камере, и по моему телу пробежала дрожь. Я взглянул на Моргана. На его физиономии играла самодовольная улыбка. Мерзавец. Если б не он, ничего бы этого не было. Мы и так хлебнули горе. Без моего ареста. Я понял, надо что-то делать. Но что именно? Я не мог допустить, чтобы они заперли меня в тюрьме. И я не мог надолго оставить Нелли одну. Я просто боялся, что она наложит на себя руки. Мы вышли на перекресток, и тут же зеленый свет сменился красным. Взревели моторы машин. Полицейский отпустил мою руку, и в то же мгновение я рванулся вперед. Приглушенное проклятие полицейского потонуло в визге тормозов, но я бежал, не оглядываясь. «Стой, стой!» — закричали сзади. «Куда там?» Пронзительная трель полицейского свистка только прибавила мне ходу. Поворачиваясь за угол, я обернулся. Полицейский махал мне рукой, криком требуя, чтобы я вернулся. Но металлический блеск пистолета, который он уже достал из кобуры, указывал на противоположное. Глубоко вздохнув, я обогнул угол и побежал дальше.